здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу вам рассказать об одном очень интересном строении располагающимся по адресу город тула улица металлистов дом 11 который на картах яндекса называется златинскими лавками друзья запомним номер дома 11 так как это важно ко мне в руки попал очень интересный документ который называется охранное обязательство 52 17 собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия именуется этот объект комплекс златинских лавок первая половина 19 века в этом документе очень много разной интересной информации но нас интересует в первую очередь его регистрационный номер вы видите его на экране сведения о времени возникновения объекта об этом чуть позже категории объекта видим федерального значения и также нас интересует его адрес уже в этом документе мы видим совершенно другие номера домов 7 и 9 и чуть ниже уже 5 и 9 чтобы вам было понятнее покажу на карте о каких именно домах идет речь смотрим на карту яндекса так как на момент работы над фильмом на картах гугла эти здания никак не отмечены и так на карте яндекса комплекс отмечен именно на здании под номером 11 отмеченные в документации здания под номерами 5 и 7 идут как положено по нечетной стороне улицы следом казалось бы но ошиблись ребята с кем не бывает но не все так просто на самом деле будем разбираться по порядку ибо чем дальше в лес тем больше дров но для начала как всегда краткая официальная историческая справка комплекс златинских лавок построены в первой половине 19 века располагается по адресу город тулу улица металлистов дом 9 в юго-восточном углу квартала ограниченного улицами металлистов советской и переулками черняковским союзным представляет собой небольшое одноэтажное каменное здание с прямоугольным планом с одной стороны которого с юго-востока имеется проход в союзный переулок а с другой стороны с северо-запада примыкал к жилому дом номер 11 который ныне утрачен главный фасад имеет такое же архитектурное решение что и у юго-восточного корпуса лавок дом 7 также заложен аркадой но уже пятичастный северо-западной части при пановлении здания образовался второй этаж сейчас он разрушен на момент обследования здание находилось в руинированном состоянии сохранившийся на полную высоту только стеной главного фасада и обилием растительности внутри здания в первой четверти 17 века к северо-западу от кремля за торговой площадью ныне крест воздвиженская имелись две деревянные церкви пороскева пятница и покрова пресвятой богородицы в 1650 году вместо двух деревянных построили одну каменную покровскую церковь с пределами пороскевы пятницы и николая чудотворца в 1768 году храм был разобран до основания так как в него попала молния повредившие своды к 1790 году покровскую церковь возвели вновь но в страшном пожаре случившемся в туле 29 июня 1834 года она выгорела дотла к 1838 году храм построили вновь на деньги самой церкви и на пожертвования туликов за покровской церкви значились шесть лавок выстроенных в 1808 году и выходивших на никольскую улицу впоследствии пятницкая ныне улица металлистов по левую сторону отворот если смотреть со стороны улицы возвели часовню вплотную к ней объединенные в один каменный корпус три лавки по правую каменный корпус с еще тремя лавками церковные лавки сдавались в аренду в скором времени после постройки все лавки арендовал купец иван сергеевич сопельников торговавший хлебным товаром но во время июньского пожара 1834 года цитата лавки вместе с церковью выгорели до того что едва и стены не разрушились от жестокости огня конец цитаты вместе с лавками сгорел весь товар сопельникова а также два его каменных дома купец отказался от дальнейшей аренды после этого лавки были восстановлены и часть из них снова сдана в аренду мещаным и купцам на заседании тульской городской думы в 2017 году принято решение о передаче в аренду на 49 лет некоторых зданий на улице металлистов находящихся в неудовлетворительном состоянии сумма аренды символическая 1 рубль одним из таких зданий является комплекс златинских лавок постройки первой половины 19 века дома номер 5 и 7 предполагается используют для торговли организации общественного питания размещение гостиницы и для культурно развлекательных целей конец краткой официальной исторической справки таким образом друзья мы видим что так или иначе все вьется вокруг этого мистического здания под номером 9 но внимательные зрители уже наверняка заметили что это новонекитская часовня относящаяся покровской церкви более того при внимательном изучении документов оказывается что все здания с номерами 5 7 9 а также 11 относятся комплексу этой самой покровской церкви в которой сейчас идет ремонт и вот разбираясь во всех этих хитросплетениях современных и архивных документов мы приходим к выводу что все эти строения 5 7 11 это комплекс торговых лавок относящихся покровской церкви и принадлежащие ее причетнику полюбину построены официально в 1865 году друзья тут хочу заметить что путаницы в документах просто дичайшие как в архивных так и современных и они порой друг другу противоречат очень кардинально кому будет интересно самому разобраться во всех хитросплетениях этой почти конспирологической истории смогут найти ссылки на материал в описании под фильмом на youtube канале неофициальная история в этом фильме я хочу вам рассказать нечто другое чего зачастую не замечают краеведы отвлекаясь на эту путаницу а это куда интереснее рождает массу других более сложных вопросов самое главное на что мы должны обратить внимание это каким образом в пожаре могли сгореть дотла каменные церковь лавки едва дома купца чтобы вам было понятнее каком пожаре вообще идет речь и каковы были масштабы бедствия рекомендую посмотреть фильм взрыв над тулой в 1830 году или забытая война если вы его еще не видели ссылка на него всплывет сейчас в правом верхнем углу а также будет в конце фильма и описание под фильмом друзья это можно сказать связующее звено которое связывает воедино очень много других фильмов на канале если вы его не смотрели посмотрите обязательно а сейчас давайте посмотрим на само здание по адресу город тула улица металлистов дом 11 вот так оно выглядело снаружи в июне 2017 года или возможно даже двери скорее всего окна а вот так оно выглядело изнутри в сентябре 2017 года и тут собственно заключается все то что я хотел вам сегодня показать наше здание находится как раз напротив дома белолипецких это дом с куполом на заднем плане кстати в нем получил свое рождение знаменитый тульский пряник про дом белолипецких и историю пряника будет отдельный фильм а сейчас обращаю ваше внимание на остатки нашего здания а точнее на три арки их радиус закругления и высоту стены сложены и знакомого нам крупноформатного кирпича на известковом растворе если посмотреть внимательно то видно что все три арки заложены в более позднее время так как кладка по качеству гораздо хуже друзья обратите внимание на металлическую стяжку вы ее видите эта стяжка проходит через весь фасад здания то есть металлический каркас применялся не только в храмах но же и в торговых лавках друзья как обычно выглядят торговые лавки так так еще так и так а еще так лавки могут выглядеть абсолютно по-разному как обычный магазинчик или даже как музей но суть у них у всех одна торговые лавки предназначены для торговли и заметьте для торговой лавки достаточно просто обычных стен спрашивается для чего такое усиление металлом вы скажете потому что арки широкие хорошо вот современные торговые лавки старинных домах с арками и без всяких стяжек нет ничего лишнего чтобы что-то портило интерьер а может все дело в церкви которые эти лавки относились то есть построили церковь и заодно торговые лавки сделали со стяжками комментариях другим фильмом я рассматривал подобные стяжки мне писали что это стяжки для атмосферного электричества или для отопления или еще для чего-то друзья это здание ниже всех вокруг и стяжки проходят в арках то есть до того как арку заложили эти стяжки были вообще на улице какое отопление и подогрев стен эти стяжки выполняли механическую работу а не электрическую и придавали они прочности конструкции здания но еще раз спрашиваю зачем если тут были просто торговые лавки для чего зданию эксплуатирующемуся в щадящем режиме такое мощное усиление стен еще один момент на который хочу обратить ваше внимание это высота этих арок сейчас она кажется нелепой когда до верха арки можно легко дотянуться рукой однако вспомним про крестовоздвиженскую площадь на которой были раскопки и где нам археолог показал глубину залегания уровня пожара 1834 года фильме про епархиальное женское училище я уже объяснял этот момент но повторюсь еще раз наши торговые лавки находятся здесь крестовоздвиженская площадь находится здесь всего в 300 метрах от нашего здания рельеф города таков что между красными линиями уровень везде одинаковый без перепадов и уклонов то есть возле наших торговых палаток как впрочем и по всей улице металлистов гарантированно в 1834 году уровень также был ниже на 2 метра причем это не мои домыслы это подтверждают археологи а теперь представим эти арки не заложенными и выше на два метра хороша картина правда друзья не кажется ли вам что получается величественное и красивое здание конечно но вполне могло быть местом торговли и для столь высокого здания с такими большими арочными пролетами кажется вполне естественным укрепить его поверху металлическим прутом для прочности но с таким же успехом это могло быть административное здание школа или производственное помещение так как запас прочности позволял даже устанавливать оборудование создающие при работе вибрации причем местоположение этого объекта внутри кольца улицы советской подтверждает эту мысль но о назначении и местоположении порассуждаем в другой раз сейчас смотрим на стены так называемых торговых лавок черный кирпич с внутренней стороны здания подтверждает что она пострадала от пожара и вполне возможно что как раз от того самого пожара 1834 года внутренние стены достраивались позже причем явно видно что после пожара так как закопченный кирпич продолжается за пристроенную стену и она не имеет никакой перевязки с основной стеной то есть изначально это было единое пространство внутри здания с большими арками причем заметьте таких зданий было два по обе стороны отъезда на территорию церкви я сейчас не буду выдвигать никаких версий об изначальном использовании этого здания а всего лишь перечислю те факты которые мы имеем и так наше здание первое находится внутри кольца улица советской второе пострадало в пожаре 1834 года третье имеет усиленную армировку четвертое построено из крупноформатного кирпича старого образца пятое построено на известковой кладочной смеси шестое как минимум на два метра засыпано грунтом седьмое имеется путаница в документах на основании вышеперечисленного можно сделать вывод что лавками предназначенными для торговли это здание стало в 1865 году после переделки и ремонта согласно плана ремонта 1863 года и именно в этом статусе вписано в официальную историю города а вот чем было это здание до того как оно сгорело предлагаю подумать вам друзья мои наша же версия по этому зданию конкретно и вообще по зданию внутри кольца улицы советской будет озвучено в другом фильме на этом я с вами не прощаюсь впереди еще много что рассказать и показать благодарю вас за внимание всего вам доброго до свидания а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok